Это ничего вам не будет стоить. Расскажу вам о своем собственном опыте. Весь тот мир, который невидим для этого мира, существует сейчас. Он реально существует не где-то там, не за звездами, а прямо здесь. Все это существует прямо здесь. И наступит день, когда вы действительно проснетесь и сможете войти в эти бесчисленные временные отрезки. Тысяча лет назад еще не прошла, и через две тысячи лет это не случится для вас внезапно, потому что это уже есть сейчас. И вы просто находитесь в отрезке времени. И наступит день, когда вы сможете перейти в любой отрезок времени. Все это существует сейчас, и цель всего этого — просто пробудиться, просто проснуться. Кто вы? Вы — автор всего этого, ваш Бог, Бог-творец. Сегодня мы покажем вам, что я сделал в прошлом с большим успехом и как это работает. Теперь, если бы я хотел что-то в этом мире, я бы сформулировал акт, который подразумевал бы, что у меня это есть. И затем, в своем воображении, я бы просто, выполнив этот акт, полностью отдался этому существу внутри меня, чтобы он исполнил это. Я бы заснул, убежденный, что он услышал меня, что он увидел мой акт веры. Я бы просто полностью отдался ему, выполнив мой акт самопоручения. Да, я выполняю акт. Что это за акт? Я действую так, будто у меня уже есть то, что я ищу. Я действую так, будто слышал, что у вас есть то, что вы просите меня. Я выполняю акт, а затем полностью отдаюсь этой глубине своего собственного существа, которое есть Бог. Я позволяю ему из этой глубины внешнего мира. Все, что мне нужно сделать, это полностью отдаться этому существу внутри меня, потому что у него есть способы и средства. На этом уровне моего существования я не знаю никаких ограничений. Затем я под воздействием неотвратимости поднимаюсь и прохожу через серию событий, которые приведут к осуществлению того, к чему я стремлюсь. Я предполагаю, что это сделано, и затем общаюсь с самим собой и выражаю благодарность внутри себя за то, что это сделано. И это работает в любом направлении, которое вы хотите и скажете. Вы хотите быть успешным? В долларах и центах? И в этом нет ничего плохого. Вы хотите быть успешным врачом? Успешным адвокатом? Или успешным в чем бы то ни было? Вы хотите быть? Сформулируйте это в своем уме, как бы это было, если бы это было правдой. Как бы вы видели мир, если бы вы сейчас были тем человеком, которым вы хотели бы быть? Увидьте это в своем уме, а затем полностью отдайте себя глубине своего собственного существа. Как я могу это сделать? Просто засните в этом предположении. Я осмеливаюсь предположить то, что я требую, и то, что в данный момент отвергает мой разум. Но все же, когда я засыпаю в этом предположении, и при этом я полностью отдаюсь глубине своего собственного существа, так, чтобы внешне оно стало моим миром. И я проснусь завтра утром под воздействием неотвратимости, сделать определенные вещи, которые я не формулировал, не определял. Я обнаружу, я встречу нужных людей. Я сделаю это, я сделаю то, я сделаю другое. И все это будет вести к внешнему проявлению моего предположения. Внутри вас есть та сила. Внутри вас есть та мудрость, чтобы сделать все, что вы желаете в этом мире. Вот о чем я говорю, когда говорю о вере. Как это сделать? Вы можете просто сидеть здесь и молча общаться со своим собственным «я» на своей постели. Вы не общаетесь с кем-то другим, вы общаетесь со своим собственным «я», который является Богом для человека. Это Бог, когда вы говорите «я есть». И нет другого Бога, но вы не видите его. Теперь он стал невидимым в этой темнейшей ночи. И когда Бог стал невидимым, он рассказал эту историю всем нам до того, как мы отправились, а затем он стал невидимым и поселился в нас. Он стал невидимым, и в нас он есть. Я есть. Мое собственное чудесное человеческое воображение. Я не вижу свое воображение так же, как я вижу объекты в пространстве, потому что именно воображение – это та самая реальность, которая вызывает все эти объекты в пространстве. Я вижу плоды его деятельности, но не вижу его, потому что оно остается невидимо. Но наступит день, когда я увижу его. И я видел его, и у него нет начала и нет конца. Оно древних дней, но его бесконечная любовь – это просто любовь, и он будет ждать нас так же скоро и равнодушно, когда наша воля зла, как и когда она добра. Просто потому, что это оно делает все эти вещи. Так что я убиваю, я лгу, я раню, я исцеляю, я сам делаю все эти вещи, и никто не может вырваться из моей руки. Поэтому, если человек со злой волей, то он выполнит ее. Так что это полностью зависит от человека и от того, что он воображает. Что я собираюсь вообразить? Помните, когда я воображаю, я должен вообразить, а затем полностью отдаться этому. Вот это есть вера. Вас учили верить, что вы червь, что вы вышли из болота, и вдруг вы стали полупрозрачной личинкой. А потом вы стали чем-то другим. И, наконец, вы обнаружили, что вы человек. Забудьте обо всем этом, потому что вы – боги, которые сошли с небес и приняли ограничения человека. Это самый предел сжатия, и вы приняли его. И вы собираетесь выполнить определенную цель в человеке. И пока вы ходите по земле как человек, эта заранее определенная планета взорвется внутри вас. И все это развернется внутри вас, начиная с воскрешения. Воскрешение не произошло на Ближнем Востоке, в каком-то маленьком месте, где его сейчас ищут. Это происходит в человеке. Человек – это место, где погребен Бог. Святой гроб – это череп человека. Это не на Ближнем Востоке. Вифлеем, о котором говорят, находится в черепе человека, а Сион – его святое место, где он обитает. Это череп человека, и вся драма разворачивается именно там, внутри человека. Человек пробуждается внутри себя, чтобы обнаружить, что он полностью запечатан в своем черепе и выходит как ребенок, рожденный из своего собственного черепа. И потом, через несколько месяцев, происходит взрыв в его черепе и открывается отсек, в котором содержался Сын Божий, который был его воля с его мудростью, и солнце освобождается. «Ты не оставишь душу мою в преисподней», – сказал он в 16-м Псалме. «И он воскрешает своего сына Давида, и они смотрят на отца, и отец впервые узнает, кто он такой, и потом возвращается память, и отец, сын, был тем, кто открыл ему самому себя». Так вот, вся драма разворачивается внутри человека. И все это содержится внутри черепа человека, и это не имеет ничего общего с внешним миром. Все археологи напрасно ищут и приносят нам всю эту ерунду. Вне человека ничего нет. Вся драма происходит внутри человека. Это не имеет ничего общего с внешним миром. Вы живете в мире теней, и драма происходит внутри вас. Так давайте вернемся к этому простому подходу веры. Знаете ли вы, чего вы хотите? Будь то для себя или для другого. Видите ли вы сцену, которая бы подразумевала осуществление вашей мечты? Тогда просто создайте ее, войдите в нее так, как если бы это было правдой. Почувствуйте, как это было бы, если бы это было правдой. И скажите спасибо тому, кто собирается осуществить это. Это – ваше собственное существо. Я даю вам это, но он – глубина вашего собственного существа. Он – отец, которого вы еще не нашли. Он – отец, и вы сейчас – на поверхности своего существования. Так усните убежденным, что вещи такие, какими вы хотите, чтобы они были, с уверенностью, что он осуществит это. Я использую слово «он», хотя это ваше собственное «я». Но для ясности я говорю «он», потому что вы еще не осознали его. Однажды вы осознаете его. Каждый будет осознавать свое существо, и поскольку это существо имеет одного сына, и этот один сын – сын всех. И мы – одно целое. Есть только один Бог. Нет миллионов богов. Только один Бог. Но этот один Бог состоит из братства. И мы, братья, и мы поднимаем себя до уровня этого одного Бога. Но я был послан, чтобы сказать вам это, и я должен это сделать. Если это услышат совсем немногие, то значит ли это что-нибудь? Вы слышите это осознавая, потому что я говорю вам правду. Кто-то меньше. Но я здесь не для того, чтобы учредить какой-то маленький изм. И я здесь не для того, чтобы спекулировать и пытаться установить какую-то маленькую философскую систему. Я научу вас, как медитировать – это очень простая вещь. Вы не медитируете на своем пупке. Вы не медитируете ни на что-либо другое. Вы просто знаете, чего вы хотите. И каково было бы это ваше чувство, если бы оно уже было правдой. Вот и все. Что бы это было, если бы это было правдой? Предположите чувство исполненного желания. Любой может это сделать, даже ребенок. Что бы это было, если бы это было правдой? Вот и вся медитация. Теперь полностью отдайтесь, и существо внутри вас возьмет это и внешне проявит для вас. Медитация на ваших кундалини, огни и все эти вещи ничего общего с этим не имеют. Я не могу увидеть осуществление сейчас, но он это сделает. Теперь предположим, что я уже тот человек, которым хочу быть, и полностью отдаюсь этому предположению, я перехожу в состояние сна и просто забываю об этом. Расскажу вам о своем собственном опыте. Весь тот мир, который невидим для этого мира, существует сейчас. Он реально существует не где-то там, не за звездами, а прямо здесь. Все это существует прямо здесь, и наступит день, когда вы действительно проснетесь и сможете войти в эти бесчисленные временные отрезки. Тысяча лет назад еще не прошла, и через две тысячи лет это не случится для вас внезапно, потому что это уже есть сейчас, и вы просто находитесь в отрезке времени. И наступит день, когда вы сможете перейти в любой отрезок времени. Все это существует сейчас, и цель всего этого — просто пробудиться, просто проснуться. Кто вы? Вы — автор всего этого, ваш Бог, Бог-творец. Вы хотите лучшую работу, больше денег, вам нужно это, вам нужно то. Не стыдитесь этого. Кто дал вам желание? Власть. У вас есть желание, оно пришло из глубин вашего собственного существа, поэтому он может осуществить это. Он просто просит вас верить. Верить во что? Верить в Него, верить в Бога. Он — мое чудесное человеческое воображение. Я не могу увидеть осуществление прямо сейчас. Но он это сделает. И вам это совсем ничего не стоит. Продолжение следует...